Для тех, кому интересно, если вы перевозите оружие, то вы перевозите его в компактном сейфе. Например, вот такой металлический сейф имеет механический замок и вполне способен перевозить один пистолет. Безопасно, именно так, как нужно. Так что перевозите то, что вам нужно, так, как вам нужно. А сегодня будет видео по этому пистолету, который мне одолжили. И, соответственно, мы будем посмотреть. Здесь куча аксессуаров, которые нам не нужны. И, соответственно, чистящее средство, это не глушитель, это инструменты и тому подобные, некие глушители. Третий класс просто так не передается. Поэтому давайте посмотрим, что это такое. Сейф можно убрать, потому что он не является частью сегодняшнего обзора. Но далеко его убирать мы тоже не будем. Ну так вот, первым делом, как всегда, что? Оружие не мое. А значит, что мы будем делать? Мы будем делать смешно. Мы не будем оставлять от перчатков пальцев на чужом оружии. Во. Для тех, кто помнит, я такими перчатками работаю со старым оружием. 9 мм, 18 патронов в магазине. Допастной магазин нам здесь не нужен. Планки под оптику, потому что данный пистолет можно сделать с коллиматором. Но сейчас на нем, как вы понимаете, ничего нет. Первым делом, техника безопасности. Пусто. Магазин вынимается. Первым делом вынимается магазин. Потом проверяется патронник. И пистолет можно поставить на затворную задержку. Вот она здесь. Клавиша для разборки. Клавиши для затворной задержки. Не только для затворной задержки. Потому что это пистолет словакский. Фирма... АРС, по-моему. Модель REX. Zero, one. Калибр 9х19. И это так называемый улучшенный или перепродуманный СИГ-226. Ствол, как вы понимаете, с нарезами под глушитель. Прицельные приспособления высокие. Трехточечные. Почти. Видите? Или не видите? Вот он. Зеленый. Зелено-черный. Контрастный. Пистолет, как вы понимаете, курковый. И что я хотел показать. На 226 СИГ-226. Во-первых, там нет предохранителя. Здесь есть флажковый предохранитель. Двухсторонний флажковый предохранитель. Что он делает? Он исключает возможности выстрелить. Или вообще сработать УСМ. Эта клавиша одновременно с затворной задержкой является декокером. Как на 226 СИГ-226. Но еще раз, там нет предохранителя. И получается, что у нас сейчас пистолет с выключенным УСМ. Спусковой крючок вообще не имеет никакого усилия. Там явно ничего его не останавливает. Со снятым курком и на предохранителе. То есть, если снять его, получается самовзводный выстрел. Если там представить себе патрон в патроннике. Конечно, можно его взвести. Это будет уже взведенный. И он будет покороче и полегче. А можно взвести и носить его на предохранителе. То есть, есть, в зависимости от желания хозяина, возможность носить его. Но, как 1911, видите, на предохранителе взведенном. Короткий ход спускового крючка, но на предохранителе. Либо, соответственно, не снимая с предохранителя, снять его со взвода. И он теперь получается самовзводный, но на предохранителе. Либо самовзводный, где сам взвод, вот этот первый спуск, является альтернативой использования предохранителя. То есть, все три возможные варианта в одном пистолете. Ну и, само собой, планка для установки оптики. И прицельные приспособления, которые одновременно будут соосны. Видите, здесь планка достаточно глубокая. Вырез в затворе. Соосны, соответственно, с прицельными приспособлениями. И они также одновременно дают возможность использовать глушитель. То есть, высокие мушка и целик. Не стандартные, а высокие. Так называемые, как раз, подглушители. Но, из-за одной, это помогает работать с предохранителем. С коллиматором. Я уже заговариваюсь. Вещь интересная. Сравнительно недорогая. 226-й сиг. Стоит 800 долларов, где-то начинается. Этот начинается 400-500. За большие опции. Что еще интересного здесь? Ну, во-первых, как мы видим, здесь предохранитель двухсторонний. То есть, если вы левша, как я, например, то у вас есть возможность поставить его и снять его. Кстати, предохранитель не на затворе, а на рамке. Наберите предохранитель на затворе. Что еще? Магазин на 20 патронов. 18 плюс 2. Но, видите, кнопка здесь, кнопка сброса магазина, двухсторонняя. То есть, пистолет имеет главный функционал свой, предохранитель и кнопку сброса, как для правши, так и для левши. Что очень большой плюс, с моей точки зрения. Снял. Если надо, поменял магазин. И сделал то, что требуется. Давайте посмотрим на пистолет поближе. Это его правая сторона. Насечки, насечки. Планка, пикатинни. Сюда можно фонарик с лазером поставить. Кстати, это не зеленый цвет, это более пустынный. То есть, вот тот Olight, который я показывал раньше, сюда очень хорошо по цвету встанет. Такой бронзово-пустынный. Не совсем пустынный, а бронзовый, я бы сказал. Я думал, что это будет зеленый. По размеру вполне неплохо. Для меня, по крайней мере, для моей руки. Ложится нормально. Контроли именно там, где мне хотелось бы. Для сброса магазина мне приходится или не приходится? Да нет, не приходится, в принципе. Просто немножко непривычное положение. Здесь есть вырез для пальца. Для сброса магазина я могу сбрасывать как указательным пальцем, так и большим пальцем, как правой рукой, так и левой рукой. Соответственно, я сначала сделал левый, потом правый. И все-таки переучена левша. Щелк. И можно поставить на предохранитель даже со снятым курком. В принципе, интересно. Качество носока я читал очень неплохое. Я сброшу ссылку на то, как его сравнили с оригиналом SIG 226, из которого он что-то, в принципе, взял. Много не знаю. Вопрос не ко мне. Будучи курковым пистолетом, носок он тяжело разбирается. Не очень. Да, для разборки все-таки у него достаточно такой спуск. Имеет смысл поставить на затворную задержку, но перед этим взвести. Курок. Пистолет новый, нестрельный. И да, кстати, проверяю это все-таки. Пальцем проверяю это, если не видно, что там в патроннике пусто. Клавиши разборки вот так вот поворачиваются. И теперь можно теоретически снять затвор. Теоретически. Практически у меня не получилось. Так, если повернуть. Теперь снять затворные задержки. Надо, чтобы клавиша оставалась вот так. И тогда затвор сойдет. Она у меня поехала. То есть здесь он еще автоматически, судя по всему, клавишу обратно ставят. Что является плюсом. Для прилимной степени. Как у новой береты. Вот курковый механизм. Очень похожий на остальные курковые механизмы. Красиво. Функционально. Ну и здесь разбирать стволом внимательнее буду. Смысла в этом не вижу. Что интересно. Видите, длинные пазы. Длинные. Совсем длинные. Там, где ходит затвор. Больше металл к металлу. Соответственно, больше смазывать. Ну и теоретически больше надежности. Теоретически. Поставить на задержку. Видите, вот эта клавиша сама стала. Сюда. Проверяем. Проверяем предохранитель. Все работает. Так что вот такая вот вещь. Если кому-то интересно. Как вы понимаете, в тире это проверить не могу. Сюда стоит установить коллиматор. Сюда стоит установить глушитель. И пойти получать удовольствие в тире. На этом краткое видео. По пистолету RX 0-1. Закончено. Надеюсь, вам было интересно. Кажется, некоторые страны пытаются выйти. RX 0-1. Те. Тактический. Вот это прицельное приспособление и ствол. Делают его тактическую модель. Еще раз. Двухсторонний предохранитель и кнопки сброса. Можно менять, наверное, рукоятки. Потому что это явно развенчивается. 20 патронов. Вполне неплохо. Надо посмотреть, насколько интересно, конечно, из него стрельба. Насколько приятно. Спуск не такой же. Тяжелый. Вполне нормальный спуск. Возврат. ВСМ нечувствительный. Так, поверим. Вот он стал. Встал. Медотворная задержка. Вот ход на второй выстрел. Очень короткий. Вполне неплохо. За свои деньги так вообще даже хорошо. Так что вот. Надеюсь, вам было хоть чуть-чуть интересно. По оружию, особенно новому, я снимаю сейчас редко. Особенно в путешествиях, когда я с собой ничего не беру. Мог бы, конечно. У меня здесь абсолютно легальное владение. Но не хочу баландоваться с полетом из самолета и с оружием через самолет. Хотя все это легально, но просто не нужно мне этого. Да и другие ситуации возможны. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...